Давайте будем начинать. Начинаем будем с небольших поправочек. Мы говорили о том, что Факедит возвращается обратно к вопросу о персидских войнах. То есть к вопросу о том, чем Пелопонесская война превосходит войны персидские. И мы замечаем, что в разговоре о персидских войнах нет ничего, кроме обсуждения двух имен. Семистокла, лучшего афинянина, и Павсания, лучшего спартанца. Эти люди имеют определенные характеристики, помимо того, что они великие люди, оставшиеся в истории, и помимо того, что их два, то есть больше, чем один человек в Троянской войне. В случае с Семистоклом это характеристики, которые так или иначе показывают его как человека особенного. Помимо того, что он, как вы знаете, новатор, патриот и лужец, человек готовый, в общем-то, обманывать, по крайней мере, обманывать своих врагов. В чем, в общем-то, ничего необычного нет, да, помните? Зло врагам, добро друзьям. Поэтому обманывать, конечно, нельзя, а вот врагов нужно. И даже нужно, и это даже справедливо. Единственная проблема, возникающая с ним, заключается в том, что он как бы нечестивец. Я говорю как бы, потому что он предлагает нечестивое деяние, но, как мы позднее увидим или не увидим, нечестивые деяния и их потенция не так страшны для демократии, не являющиеся разнузданным. Для разнузданной демократии всякое поползновение на религию будет означать поползновение на демократию. И в этом смысле, конечно, всякий, кто попытается сделать или сказать или предложить то же самое, что предлагает Фемистокол, то есть начинать разбирать храмы, окажется нечестивцем. Но для самого Фемистокола, естественно, это не совсем так. То есть он не видит религию, или, по крайней мере, не видит религиозный культ как нечто, к чему нельзя прикасаться, как видят его демократы. Хорошо. И мы остановились на том самом отрывке, когда пелопонессы посылают в афинопослов, чтобы потянуть время. И это время тянется с помощью обвинений в нечестии. Но эти обвинения в нечестии связаны не столько с Фемистоклом, хотя, как вы видите, Фугни специально располагает его историю прямо перед тем, как. Эти обвинения в нечестии связаны не с мертвым лидером Афина, а с живым лидером Афина. Тоже вы лидер? Перей был. 126. В течение этого времени пелопонессы отправляли к афинянам посольство с жалобами, чтобы в случае отказа в чем-либо иметь, возможно, более основательный предлог к войне. Так, прежде всего, лакидимоняне потребовали от афинян через своих послов изгнание виновных в кощунстве против богини. Кощунство состояло в следующем. Ну, понятно, богиня – это богиня Афина. Был афинян Келон, победитель на олимпийских состязаниях. Человек древнего знатного рода и влиятельный. Он женился на дочери мегарянина Феогена, в то время бывшего тирана у мегаров. Когда Келон вопрошал дельфийский оракул, тот дал ему прорицание захватить афинские окропы во время величайшего праздника Зевса. 7. И Келон, полагая, что он правильно понял изречение оракула, приступил к делу. Узнав об этом, афиняне всем народом устремились с полей против Келона и его соумышленников и, расположившись у Акрополя, начали осаждать его. Осада тянулась, и большинство афинян, утомленных ею, ушли, предоставив девяти архонтам сторожить Келона и дав им неограниченные полномочия на все прочее по собственному их усмотрению. Забавная эта история, как бы история тираноборчества, ну не совсем. В то время большая часть административной функции принадлежала Архонтам. Между тем, соумышленники Келона терпели во время осады крайнюю нужду от недостатка хлеба и воды. Поэтому Келон и брат его тайком бежали, а остальные, из них многие уже умерли от голода, будучи в стесненном положении, сели у алтаря на Акрополе в качестве молящих о защите. Когда афиняне, на которых возложена была охрана, увидели, что осужденные умирают в священном месте, они предложили им удалиться, причем обещали не причинять им никакого зла. Да, вы знаете, ключевое свойство храма заключается в его чистоте. Там нельзя проливать кровь и там нельзя умирать. В этом смысле, когда люди очень часто, зная это, в попытке спастись бегут в храмы, потому что там их не убьют. И, соответственно, те люди, которые этих несчастных в храмы загоняют, хотят сделать все, чтобы те из храмов вышли, чтобы их можно было убить. Очень часто это ведет к тому, что несчастные умирают прямо в храмах, что является, естественно, неблагочестивостью, святотатством. Проблема в том, что спартанцы знали кое-что. Значит, участвующие в заговоре Келона начинают умирать в храмах, и с этим есть проблема. 127 на самом деле. Очищение от этой скверны и требовали от афинян лакидимоняне. Ратуя как бы больше всего за богов. Ну, ратуя, да? Ратуя. Да, естественно, претензии двух стран друг к другу не могут быть связаны, как сегодня, с правами человека, но являются таким же символическим. Спартанцы обвиняют афинян в том, что те не соблюдают общепринятые правила, да, что те являются нечистивцами. И понятное дело, что если ты являешься нечистивцем, то твоя клятва не считается. Почему так важно, чтобы клятва не считалась в долевом? Правильно, потому что клятва искрепляется в ДГ. Но мы пока не слышим, это обвинение нельзя принять всем афинянам, и потому мы пока не понимаем, при чем оно здесь. Но вот сейчас нам попидит об этом сказать. На самом деле, они знали, что со стороны матери причастен к преступлению и Перикл, сын Ксантипа, и рассчитывали, что по изгнанию его переговоры с афинянами могли бы пойти у них успешнее. Условия такие, как бы вы признаете себя нечистивцами, вы должны очиститься. Очиститься, значит, изгнать Периклу. Нет Перикла, нет демагога, как мы поймем позднее. Нет демагога, нет войны. Впрочем, лакедемоняне не столько надеялись на изгнание Перикла, сколько на то, что их требование вызовет в гражданах раздражение против него, так как причиной войны будет отчасти его несчастье. Будучи в то время влиятельнейшим лицом и руководителем афинской политики, Перикл во всем действовал наперекор лакедемонянам и не допускал уступок, а напротив, возбуждал афинян к войне. Естественно, демагог, как мы уже говорили, забегая вперед, не может существовать вне войны. Перикл, Клеон и Алкевиат, как главные афинские демагоги, все трое будут призывать к одному и тому же, к войне. Разницу между их правлением Фукидид опишет, опишет очень детально и ясно, тем самым переложив ответственность за произошедшее на Перикла. Классическая политическая философия имеет к Периклу огромный набор претензий. Вы знаете, в чем они выражены, если вы знакомы с Платоном и Ксенофонтом. Кто помнит, в чем выражены претензии к Периклу? В мини-Ксене Сократ встречается с юношей Мини-Ксеном и говорит, что он не слышал похоронную речь Перикла, зато он слышал похоронную речь человека, который написал похоронную речь Перикла, заставил Перикла ее заучить и произнести. И, понятное дело, заучить с помощью насилия, с помощью ударов. То есть, если Перикл тупил, забывал, его просто били. Этот человек Аспазия, не афинянка, а Гетера, являющаяся любовницей Перикла. В экономике Ксенофонт описывает другую ситуацию. Когда Сократ и Критабул, молодой Критабул, общаются, выясняется, что Критабул не воспитал свою жену. Сократ говорит, это не проблема, я могу тебе показать того, кто свою жену воспитал. И это Аспазия, потому что она воспитала свою жену Перикла. В меморабиле Ксенофонта Перикл-младший, тот самый сын от Аспазии, единственный переживший чуму сын Перикла, которого по его просьбе народное собрание признало его законным сыном, чтобы его законных сын умерли во время чумы. А Перикл-младший, подстегиваемый Сократом, оказывается отрицателем всех достижений своего отца и полным лаконофилом. Наконец, этот же самый Перикл-младший, это один из тех десяти стратегов, что под Аргенусой не забрали тела павших, их разгросало штормом, за что Афинское собрание, единогласно кроме Сократа, приговорило их к смерти. Это история из Меморабилии, ну, вернее, не из Меморабилии, конечно, а из Геленики и из Апологии Сократа. Перикл – это начало всего. Перикл – это начало падения Афины. В том смысле, что это первый демагог, и как демагог он привел Афина к войне, приведя Афина к войне, он привел их к чуме, к разрухе, и в итоге к гибели. Помните, да, что это та самая ситуация, при которой и появляется классическая политическая философия, и благодаря которой появляется классическая политическая философия, тем не менее, никто из классиков не относится к Периклу позитивно. В то же самое время все остальные, то есть демократы, они, конечно, ненавидят Клеон, они ненавидят Алгивиады, но они обожают Перикла. А, может, ты знаешь, что классики у людей Перикла ненавидят, что он как бы поспособствует для этого ситуации, потому что они все еще есть в том, они все еще подвержены той традиции, которая существует. Не совсем так. Периклов разрушил режим, он погубил режим. И это, естественно, указание на огромную проблему с самим режимом. То есть, грубо говоря, афинский демократический режим существовал с падения тирана и сестра Тида до Перикла. И Перикл его сгубил. Сгубил, естественно, как говорит нам Фукидид, потому что демогог не существует вне войны. Перикл протаскивает войну всеми возможными и невозможными способами, как мы увидим позднее, естественно, и как мы уже видим сейчас немножко, потому что без нее у него нет абсолютно власти. Вы сказали, что Перикл по матери связан со спернителями... Фукидид сказал. То есть, он потомок со спернителем или как? Или он участник? По-моему, он потомок, но я не настолько силен на истории. В любом случае, если он потомок, все равно вина его предков переходит на него. Получается, в своем телевоменении ставят выбор перед Афинами или они называются величественными сохраняя Перикла, и тем самым они живут в договоре. Или они принядают Перикла и пелопонессы двигают войну? Да. То есть, они все еще надеялись... Нет. Опускают, что можно... Нет, 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 нет. Пелопонессы тянут время. Они выдвигают требования, которые, как им кажется, выполнены не будут. Ну, оно в итоге не будет выполнено, да? Но если оно выполнено будет, то Афины сами себя безвкладят. То есть, войны не избежать, но если Афины сами себя безвкладят перед ней, то победа будет гораздо более простой. И мы увидим, что если бы не Перикл, афиняне действительно бы в первый же год войны или в начале второго, нет, в первый же год войны вышли бы за стены города и, естественно, проиграли бы Спарта. Но именно потому, что Перикл есть и именно потому, что он демагог, он останавливает людей, желающих выйти за стены города. Останавливает их всеми возможными демократическими способами. Да, в том числе и самым классическим «не созывай народные собрания». Да, то есть, народные собрания не сможет принять решение, если его не созывать. Да, демократия работает именно так. По инсинуации Перикла афиняне не просто защищаются, они нападают. В том смысле, что это не мы абьюзим права человека, это вы абьюзите права человека или в данном случае, естественно, да, конечно, вы нечестивцы. Это не мы нечестивцы, это вы нечестивцы. В том смысле, что предлог выглядит следующим образом. Мы готовы очиститься, если вы готовы очиститься. И Фукидид вспоминает вторую историю. Некогда лакидимоняне предложили молящим о защите элота покинуть святилище Песедона. Вывели их оттуда и перебили. Заметьте, лакидимоняне поступают благочестиво. Они не перебили этих элотов в храме. Смерть в храме и кровопроектие в храме запрещено. Но если вы уговорили человека выйти из храма, тогда это не и нечестиво. За это, по мнению лакидимонян, Спарта и подвергла сильному землетрясению. Заметьте, по мнению лакидимонян, именно лакидимоняне здесь благочестивы. Афиняне требовали, чтобы лакидимоняне также очистились от кощунства, совершенного против меднодомного. Да, но меднодомное, это понятно, Афиняне. Соответственно, это не проблема. Хотя вы видите, здесь проявление благочестия лакидимоняна. Проблема в другом. Тут дело было такое. И мы переходим ко второй истории. Истории Павсания. После того, как лакидимонянин Павсань в первый раз был отозван спартанцами от должности главнокомандующего Нагили Спонти. Да, помните, почему он был отозван? Потому что союзники жаловались, что он слишком жестокий. Это как раз тот момент, когда союзники начинают переходить под гегемонию Афиняны. А спартанцы начинают, наоборот, удаляться от персидских войн. Его вызывают домой, чтобы судить. Все по-честному? И по привлечению его к суду признан невиновным. Государство ему не давало более поручений. Тогда он частным образом, без разрешения лакидимоня, снарядил гермионскую триеру и прибыл на Гелеспонд под предлогом участия в войне против персов. Да. Итак, Павсаний инициативен. Понятное дело, мы могли бы сказать то же самое про Афим Истокла, потому что, как вы помните, это была его инициатива начать строить стены, а самому отправиться в посольство. Павсаний нет типичный спартанец. Он не домосед, он не любит вездействие, он решает самостоятельно отправиться на Гелеспонд, воевать частным порядком. Но не за тем, чтобы победить. А зачем? На самом деле для того, чтобы завести тайные сношения с персидским царем, что он пытался сделать уже в первое свое командование, стремясь к власти над Эладой. Да, в Павсаний властолюбец то есть нечастную войну компаний. Нет, он не пытался создать частную войну компаний, он пытался договориться с царем и передать Грецию царю, а самому стать сатратом царя в Греции. В Павсаний собирается получить власть над всей Эладой. Что это значит? Он собирается предать Эладу. Что это значит? Он не патриот. Я надеюсь, вы оставили здесь немножко места уфи-местопа. Он не патриот. Более того, он настолько не патриот, что для него нет разницы между дарийцами и ионицами. То есть он готов предать не только афинян и ионийцев, не только островных криков и алийцев, он готов предать даже дарийцев спартанцев. Ему все равно. Потому что он хочет получить могущество в смысле господства над всей Греции. Начало этим сношением Павсаний положил следующей услугой, оказанной персидскому царю. После отступления от Кипра он взял в прежнее пребывание свое на Гелеспонте Византию, которая занята была персами, в том числе некоторыми приближенными и родственниками царя, тогда же взятыми в плен. Имея пленников в своей власти, Павсаний отпустил их царю тайком от прочих союзников. Сам же он говорил, будто они убежали от него. Сношение свои Павсаний вел при помощи эритрийца Гангила, которому он и доверил Византию вместе с пленниками. Этого же Гангила Павсаний послал их царю с письмом, в котором, как открыто было последствие, стояло следующее. Спартанский предводитель Павсаний, желая оказать тебе услугу, отпускает этих военнопленных. Пропустите все, вот что. Вот что содержало письмо. Проблема Павсания заключается в том, что он оставил вишдоке своего преступления. Ксеркс обрадовался письму и отправил к морю сына Фарнака Артабаза с поручением отрешить о должности Мегабата, тогдашнего правителя с этропией до скелетиды, и принять ее в свои руки. Далее он приказал отправить возможно скорее Павсанию Византии ответное письмо. И вы видите, что Павсаний в своей новации все-таки объединить Корецию это новая идея находит естественно поддержку в лице царя и показать ему царскую печать. Возможно лучше и вернее исполнять все поручения какие по делам царя даст Павсаний. По прибытию на место Артабаз сделал все как и было приказано и отослал письмо. Ответ гласил следующее. Вот что царь к сердц говорит Павсанию услуга твоя относительно людей, которых ты спас мне из-за моря из Византии на вечные времена будет запечатлена в нашем доме и на предложения твои я согласен. И все мы остальное можем пропускать. 130. Павсаний и раньше того пользовавшийся у эллинов большим уважением за свое командование при плоте. Мы можем смело сказать, что Эфимисток и Лапавсаний это не просто известные левики это также хорошие генералы. По получению этого письма возгордился еще гораздо больше прежнего. Обычным образом жизни он уже не мог довольствоваться. Выходил из Византии из Византии надевая на себя персидские уборы. По пути через Фракию его сопровождали копьеносцы из персов и египтян. Он велел готовить себе персидский стол и вообще не мог скрывать своих истинных намерений. Но даже вещах незначительных заранее давал знать о том, что задумывал совершить послев больших размеров. Да, повстание фингсбик, как говорится, он мыслит большими и большими масштабами. И это не может не вызывать подозрений. Особенно у спартанцев, потому что, как вы знаете, из лакидемонской полиции массовая слежка это как раз то, чем спартанцы занимаются. То есть спартанцы статичны, а то он российский стол. Да, да, нет, ну это нормальное в будущем нормальное поведение для всякого спартанского гармонства. И в целом он все-таки спартанский царь. Но к тому времени это еще закон ликор, сила. Не, он все-таки имеет право пользоваться отдельным столом. Но вот эти копьеносцы, да, и в целом эксцентричный образ жизни подводят его к 131. Можно сказать, что он гордец? Ну, ему есть чем гордиться, как и Фемистоку, да, вы можете сказать. Мы вернемся к Фемистоку. Я поэтому говорил, вы должны оставить здесь немножко места. При известии обо всем этом лакедемоняне по той же причине и в первый раз отозвавшие Павсаня отозвали его и вторично, когда он без их позволения отплыл на упомянутом выше гермионском корабле и продолжал держать себя, как и прежде. После того, как афиняне силую заставили Павсаня покинуть Византий, он не возвращался в Спарту, а поселился в Троадских колонах. И как дошли известия до лакедемонян, вел сношения с персами и оставался в колонах вообще не с добрыми намерениями. После всего этого лакедемоняне больше уже не медлили. Эфоры отправили Павсаню Павсаню лошады со скиталую и велели ему не оставлять Павсаня. Иначе спартанцы объявляют ему войну. Желая как можно меньше возбуждать подозрения и рассчитывая с помощью денег снять себя обвинения, Павсаня вторично возвратился в Спарту. Да. Таки под давлением спартанцев Павсаня возвращается обратно, чтобы естественно купить судей и закончить с этим делом вторих судьбах. Явных улих спартанцы ни враги Павсаня, ни целое государство не имели никаких, чтобы вполне опираясь на них могли наказать Павсаня человека царского происхождения, в то время обличенного царскими достоинством. Однако нарушением обычаев и подражанием варварам Павсаня возбуждал сильные подозрения нежелания подчиняться существующему порядку. Это мелочи четыре, вот это проблема. Кроме того, ходили слухи, будто Павсаня поддерживает какие-то сношения с элотами, что и было на самом деле, так как он обещал элотам свободу и права гражданства, если они примут участие в восстании и во всем будут помогать ему. Вот это вот новация, которую спарта не может пережить. Да, то есть его эксцентричное поведение это его личная проблема, а вот новация, это гигантская проблема. Вот вам заметка на полях, современные историки думают, что вот эта история о Павсании, которую мы сейчас не читаем до конца, о предательстве Павсания, она вторична по сравнению вот с этим. Павсаний на самом деле не был предателем против Персии, он собирался провести реформы в Спарте, реформы, которые его позволили Спарте наконец-то перестать быть пассивной империей. Дать элотам гражданства, значит решить проблему с элотами, значит решить проблему с внутренними врагами, потому что вы помните в чем поселение Спарты, значит сделать Спарту снова активной. Но Фукирид рассказывает нам не эту историю, и мы должны не забыть, Фукирид рассказывает нам иную историю. Пять наконец. Наконец, как рассказывают, явился обличителем Повсания один уроженец Аргила. Уроженец. Уроженец Аргила. Естественно, падение Повсания связано не со слухами и не с его эксцентричным образом жизни, а с доносом на него. Прежний любовник Повсания и довереннейшее лицо у него. Он должен был доставить Артабазу последнее письмо Повсания к царю, но испугался при мысли о том, что ни один из прежних посланцев до сих пор не возвратился. Да, вы видите, Повсаний поддерживает с царем хорошую связь, несмотря на то, что формально он задержан и даже немножко присел в тюрьму. Когда он поделал печать с целью утаит скрытие письма на тот случай, если он ошибся в своем предположении или если Повсаний потребует письмо обратно для каких-нибудь изменений. Позже, скрыв письмо, он нашел в нем дополнительное распоряжение об умерщвлении самого посланца, как и сам предполагал нечто подобное. Вы видите, бывший любовник не ошибся в своем бывшем любовнике. Повсаний на самом деле не имеет близких к себе лиц. Он один. И в этом смысле всякий его посланец это будущий труп. Естественно, это ведет бывшего любовника Повсания к эфорам, а письмо выступает вещдоком. В результате чего эфоры решают сделать интересную штуку. Они решают устроить тёщину старую. Они заманивают Повсания в одно место, где якобы с ним должен встретиться этот самый человек. Там устраивают между ними разговор об этом письме и всё подслушивают. ну и 134. Внимательно выслушав, эфоры в тот момент удалились. Но так как они уже достоверно знали дело, то отдали в гордие распоряжение арестовать Повсания. Рассказывают, что когда собирались схватить Повсания на пути, он, по выражению лица походившего к нему эфора, понял его намерение. А другой эфор из расположения к Повсанию дал знать ему об этом незаметным кивком головы. Да, Спарта не так монолитно, как хочется убить. Тогда Повсаний бегом направился к святыне Меднодомной и добежал к ней раньше эфоров. Священный округ лежал близко. Там Повсаний вошел в небольшое здание, находящееся в пределах святыни, чтобы под открытым небом не терпеть от непогоды и сохранял спокойствие. Да, и Повсаний оказывается на территории храма. Его больше нельзя убить, его больше нельзя попытаться тут насильно вытащить, потому что это закончится его смертью. И, в общем-то, как бы ситуация стабилизировалась, но, как вы поняли из истории селотами спартанцы умеют решать подобного рода проблемы. Преследуя Повсания, эфоры на мгновение запоздали, но затем они велели снять создание крыши и двери. Выждали, чтобы Повсаний вошел внутрь, отрезали ему выход оттуда и замуровали. Потом расположились подли и изморили Повсания голодом. Да, они не убивают его, там нет населения в храмах, но и долго жить ему в храме тоже не дадут. Снимают крышу и замуровывают. Задача одна, простая и понятная. Его замуровали, значит, он не может выйти самостоятельно. Это значит, что рано или поздно он выйти захочет, а это значит, что когда его замуриют голодом и проломят выход, он сам полумертвый выползет за стены храма и умрет самостоятельно. не нарушив требования и благочестия. Заметив, что он кончается в домике, Эфоры вывели его из святыни еще с признаками жизни, и он едва вышел, скончался тут же. Все прошло по плану. Разве в случае с Эфором они не убили в храме или они сами убили в храме? Сейчас давайте вернемся. А разницы нет. В храме нельзя умирать. А то, что они повсания едва на смерти? Ну так он же не умер. Это же лагерь. То есть нет насилия и нет смерти. Над повсанием не было насилия. Никто не бил его, никто не хватал его. Более живи 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 все можно жить. Да именно в этом как бы из-за дольфа. То есть понятное дело что если бы он проживал еще немножко дольше его бы просто отвели подальше. То есть фиксация на благочистие это сам факт смерти в храме. Не важно как люди оказались во-первых они же не находятся смерти. Да там нельзя умирать и там нельзя проливать кровь. Вот две вещи которые отвечают за благочистью. Они думали было покинуть тело кинуть тело его в Кеаду куда бросали преступников но потом решили закопать его где-то недалеко оттуда. Впоследствии дельфийское божество дало прорицание лакедемонянам перенести гробницу Павсаня на то место где он умер. А также возвратить меднодомной два тела вместо одного так как деяние их было кощунством. Ну и понятно что Павсанин предатель и мы можем сюда же добавить естественно и потом об этом поговорить он неудачный у него ничего не получилось. Лакедемоняне сделали две бронзовые статуи и посвятили их как бы за Павсаня. Так как божество признало уменьшивление Павсаня кощунством то афиняне со своей стороны потребовали от лакедемонян изгнания виновников этого кощунства. Лакедемоняне отправив послов к афинянам обвиняли по делу Павсании вместе с ним в сочувствии к персам также эфемисток. Вот это правильный вот это поворот. Спартанцы говорят недалеким афинянам великую штуку. На самом деле все великие люди одинаковы. Поэтому если Павсаний предатель нечестивец инноватор то нечестивец инноватор фемистокл тоже предатель ну понятно что Павсаний тоже выражается да вы смело можете добавить это сюда в конце концов он своему бывшему любовнику пообещал что с ним все будет хорошо да что он тоже предатель и естественно афиняне как демократы решают сделать простую штуку пожалуйста доказательства чего не находили в показаниях против Павсания поэтому лакидемоняне требовали подвергнуть такой же каре и фемистоклу афиняне поверили этому естественно и афиняне под влиянием чувств принимают решение с фемистоклом покончить 136 что же происходит с несчастным фемистоклом заблаговременно узнав об этом фемистокл бежал из Пилопонеса на Киркиру так как он был благодетелем киркирян киркиряне стали говорить что не боятся держать его у себя чтобы не возбудить к себе вражды со стороны лакидемонян и афинян и потому перевезли его на противолежащий материк так как назначенные к тому лица преследовали фемистоклу куда бы он по сведениям их не направился то испытывая какое-то затруднение фемистокл вынужден был обратиться к царю Молосов Адмету хотя тот не был ему другом Адмета в то время не было дома значит фемистокл должен говорить царя которого он не знает помочь ему сделать вещь которая сделает царя врагом афинян как же сделать это и фемистокл придумывает великую штуку пожалуйста фемистокл явился в качестве молящего перед женой его и по ее наставлению взял на руки их ребенка и сел у очага да и он фактически делает что берет заложника правильно правильно это история о том как если ты не сделаешь что я хочу я кину твоего ребенка вагон но заметьте фемистокл не выдумывает это сам его помогает жена царя когда вскоре после того вернулся Адмет фемистокл объяснил кто он и просил его не мстить изгнаннику хотя он в свое время и отговорил афинян исполнить просьбу Адмета настоящим положением указывал фемистокл он гораздо слабее Адмета и Адмет в состоянии сделать ему зло но благородному человеку свойственно мстить только равным себе и при одинаковых условиях и мы возвращаемся к вопросу о праве и справедливости фемистокл говорит у тебя нет права мы не равны поэтому ты как настоящий зрелый и благородный мужчина не сделаешь мне зло кроме того он фемистокл выступал против царя по случаю какой-то его просьбы когда и речи не было о спасении жизни напротив если царь выдаст его то отнимет у него всякую возможность спасти свою жизнь естественно Адмет за это фемистокл помогает он переводит его чуть-чуть дальше и уже там фемистокл решает сделать свой последний бросок два в Пидне он нашел грузовое судно собиравшееся идти к Ионе и сел на него Боря отбросила судно к афинскому войску которое осаждало тогда Наксос объятый страх ну Наксос только Накс объятый страхом фемистокл открыл капитану корабля кто он и почему убегает и если капитан не спасет его грозил сказать что он подкуплен и перевозит его за деньги вы видите фемистокл не рассчитывает на доброту людей хотя формально делает всякая опасность прибавил фемистокл будет устранена если никто не сойдет с корабля до тех пор пока можно будет плыть дальше при этом фемистокл обещал не забыть услуги и достойно отблагодарить капитана если тот послушает его и фемистокл в отличие от повсания действует не только с помощью кнута но и с помощью пряника причем одновременно если ты меня выдашь тебе конец а если не выдашь я еще и денег тебе дам и забегая вперед фемистокл это свое обещание исполнил капитан капитан так и сделал простоял день и ночь на якоре выше афинской стоянки и потом прибыл к эфесу фемистокл удовлетворил капитана денежным подарком затем вместе с одним персом из приморских жителей удалился вглубь материка и послал оттуда письмо недавно воцарившемуся Артаксерксу и фемистокл посылает персидскому царю письмо с просьбой нанять его что делает его естественно не патриотом и предателем мы пока его не знали но патриот да значит смотрите из этих двух людей несмотря на то что все их качества практически одинаковые потому что ну вот тут властолюбец но мы вполне можем добавить не столько потому что он все таки демок разница заключается в том что Павсаний сделал все это по собственной инициативе а фемистокл был вынужден и здесь встает решающий вопрос кто из них лучше если фемистокл действует по необходимости а Павсаний потому что он так хочет сделать царь рассказывают удивился намерению фемистокла и предоставил ему действовать так как он желал за время какой фемистокл прожил в Персии он усвоил себе насколько мог персидский язык и порядки страны по прошествии года он явился к царю и достиг у него такого значения каким не пользовался еще ни один эллин благодаря прежней своей репутации а также благодаря подаваемому царю надеждам на порабощение эллинов больше же всего потому что он являл доказательство своей рассудительности в самом деле фемистокл неоспоримо доказал природную даровитость и в этом отношении заслуживает удивление несравненно больше всякого другого да и так фемистокл тоже собирается помочь царю поработить Грецию но он не хочет быть ее сотрапом как Папсан фемистокл тоже перенял за себя персидские привычки то есть он тоже ходит в красном вообще с копеносцами но он сделал это чтобы выжить а не потому что он такой по природе святой то есть семистокл мстит семистокл естественно не собирается мстить афинам потому что он лишь подпитывает надежды царя а не собирается их реализовать как Папсанец в этом смысле он снова действует из желания просто выжить то есть он подпитывает надежды царя чтобы царь держал его при себе чтобы семистокл вкусно ел но он стал а можно тогда сделать такой что лучше тот у кого больше воли больше желания да можно так сказать да Эфемистокл не хочет больше желания немного но Эфемистокл лучше тем что по сути он достиг успеха то есть его задача выжить он достиг успеха а Папсанец больше он не достиг конечно Фемистокл тоже неудачник потому что из первого человека в Афинах он превратился в ничтожного изгнанника или изоблюда царя я бы сказал что Папсанец лучше по той причине что Папсанец всегда был березан у себя то есть Фемистокл А Фемистокл он не хотел но да он не хотел но его предел опиды он пришел служить царю и там действует типа появляет себя потому что он вынужден а Папсанец везде был самим собой смотрите значит есть несколько отличий между Фемистоклом и Папсанием помимо того в чем они совпадают значит отличие номер один Фемистокл не оставил веждоков в отличие от Папсани то есть когда спартанцы приехали обвинить Фемистокла они приехали обвинить его только на основании показаний а не веждоков как было Спасанец то есть если он исписывался с царем то уж его-то посланцы точно не возвращались обратно и не вскрывали письма второе Фукидид говорит 138-3 еще раз в самом деле Фемистокл неоспоримо доказал природную даровидность да что Фемистокл был одарен он никогда в смысле одарен талантами он никогда не говорит такого о Павстании Павстании были амбиции и была позиция чтобы эти амбиции реализовать он явно был не самым умным спартанцем да даже для спартанца он был не самым умным раз он позволил да но Фемистокл точно был даровидие а как говорили кстати да в Павстании еще очень много говорили для спартанцев нет там же только письмо было но это тоже сложно нет ну это тоже сложно но мы же видели какие-то письма меньше-меньше абзаца но он же царь в любом случае для спартанца это нормально это нормально когда Фухидид будет описывать про Сида он скажет первую-первыхую речь не первую речь а одну из самых увлекательных речей про Сида он скажет Бросид для Лакидимонянина был омогуаратором но оставим мы видим что эти два человека их дали нам персидские войны только их больше на этом речь не идет мы видим их свойства и мы предполагаем что если Пелопонесская война должна превзойти войну персидскую или войны персидские то сравнивать эти войны нужно будет не по количеству страданий жертв людей участников кораблей и ресурсов а именно вот поэтому потому что о персидских войнах больше ничего не бывает то есть посольствия этих людей да которых дала война или которые обнажила война потому что понятно что война их не дала но она позволила им проявить свою природу то есть шестой получается пункт это великим да можно даже сказать человечность великим и великаз да да очевидно что пилотонезская война дала больше великих людей чем персидские войны это не обсуждается но тут у нас есть вопрос о том давали она такого человека который смог превзойти их обоих конечно нам нужны человек с определенным именем который будет лужицом предателем непатриотом нечистивцем новатором властолюбцем еще что-нибудь добавить к этому да потому что вот здесь помимо того что он предатель где-то здесь уже должно быть непатриот вот здесь внизу непатриот вот этот непатриотизм вот этого человека с именем на А это на самом деле убер патриотизм мы должны были бы прыгнуть вперед потому что мы никогда не сможем этого просить очевидно вы можете прыгнуть вперед и самостоятельно прочесть как Алкивиад в Спарте объяснять спартанцам вы видите они все столкнулись с той же проблемой но не все Фемисток столкнулся с той же проблемой он должен был объяснить царю Адмету, почему, несмотря на то, что он личный враг Адмета, Адмет должен ему помочь? А потом объяснить персидскому царю, почему, несмотря на то, что он личный враг персидского царя, он должен ему помочь? Алкивиад объясняет спартанцам, почему, несмотря на то, что он личный враг спартанцев, а он уже сделал себя их личным врагом, потому что, когда война закончилась, первая половина войны закончилась, Алкивиад сделал все, чтобы разрушить Спарту. Он Аргас подговорил начать войну против Спарта. Причем от своего собственного имени. Но это второстепенно. Он должен объяснить спартанцам, почему, несмотря на то, что он предатель и их личный враг, ему можно доверять. И тогда алхимиат продвигает несколько сократических обоснований, почему ему можно доверять. Ответ очень простой. Он знает, что делать. Он говорит, я, я, верхушек афинского командования, я обладаю знанием о том, чего собираются сделать афиняне, потому что это то, что он собирается сделать. Вот, собирался на тот момент. Поэтому я знаю, как нас можно победить. И так как я обладаю этим знанием, я должен встать в голове, вы должны меня слушать. И второе. Он рассказывает там, что потому что спартанцы, как вы помните, это большая проблема, что он на самом деле не не патриот, а патриот, несмотря на то, что он только что предал свою родину. И тогда он выдвигает новое определение патриотизма. Вы уже знакомы с ним, но я на всякий случай повторю. Слово патрис означает отечество, буквально в русском языке, потому что патр, это отец. В этом смысле патриот это тот, кто ратует за страну отцов, за землю отцов. Всегда. По самому определению. Алкевиат переворачивает его и говорит, патриот, это не тот, кто защищает землю отцов, это тот, кто готовит землю для детей. Патриот, это не тот, кто защищает прошлое, это тот, кто делает будущее. И я, предав Афины, и собираюсь, естественно, уничтожить демократию в Афинах с вашей помощью, на самом деле собираюсь создать свое отечество. Оно располагается не в прошлом, оно располагается в будущем. Если вы хотите стать отцом для своей страны. Да, 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 да. И в этом смысле я патриот. В новом абсолютно смысле, конечно же. В неведанном смысле, но это все еще стал делать его не патриотом в старом смысле. Конечно же, здесь есть еще одно общее, между ними все милкивиат тоже неудачно. И здесь мы должны поговорить о том, очень коротко, непонятное, что вот тот факт, что все присутствующие великие люди неудачники и Павсанин, и Фенистополь, и Перикл, который умирает очень близко к пику своего могущества, умирает от чумы. Не повезло просто. И Брасит, который, и это моя вечная боль, умирает в сражении, где спартанцы побеждают в числе семи людей, семи спартанцев, которые вообще умерли в этом сражении. Он настолько неудачник, что он умудрился войти в гигантское сражение и умереть, будучи одним из семи мертвецов. У него вообще куча приметов того, как он неудачник. В сражении на Пилосе он требует, чтобы его корабль вошел буквально в остров и говорит, не щадите корабль, давайте мы его разобьем, но мы высадимся. У него почти это удается, но его бьют, он теряет сознание, падает и роняет щит, что для спартанца невозможная ситуация. И этот щит остается афиненным. Брасит ультимативный неудачник. Клеон супер удачливый на протяжении своей политической карьеры до тех пор, пока он не сталкивается с Браситом. В том же сражении, в котором Брасит умирает случайно, Клеон, понимая, что все кончено, начинает чуть ли не первым бежать и его убивают случайно, случайно, это пьет. Там какой-то притаж. Да, то есть он тоже неудачник. Ники, который занимает место Клеона и который получает этот самый Ники в мир, оказывается ультимативным неудачником, потому что он проигрывает Алкевиаду, едет в экспедицию на Сицилию. Эта экспедиция была бы супер успешной, потому что Алкевиад, но Афиняне отзывает Алкевиада, как они отзывают в Местово, Алкевиад всех предает и объясняет спартанцам, как уничтожить Сицилийскую экспедицию. И Ники оказывается в ситуации следующей. Он знает, что если он Сицилийскую экспедицию закончит, он понимает, что уже все кончено, он умнее, чем остальные, и вернется в Афины, Афиняне его вздернут. А если он останется, он погубит и себя, и войско. И знаете, что он выбирает? Погубите себя и войско, потому что его честь требует, чтобы он остался счастливым в этой ситуации. Именно по поводу смерти Ники Афакедит говорит, что это был самый лучший из тех людей, которые только существовали в Афинах на тот момент. То есть это был самый незаслуживающий своей судьбы человек. Кроме того, еще перед этим у него там начинается жуткая болезнь, камни в почках, он, значит, лежит все время на... В общем, страшные вещи. А у Кевиад ультимативно неудачник, понятно почему. Все великие люди, описываемые Факедитом в этой войне, они все оказываются проваленными. А кто-нибудь оказался выигрышем? Нет. В смысле? Нет, никто из них не достиг своей цели. Смотрите. Цель Аль-Кевиаду была вернуться в Афину и там построить тиранию. Он вернулся, ну, как вы знаете, из Геленки, да, но он вернулся на три месяца и ему сказали все пока. И, естественно, потом он уже был убит. Брасит умер в этом несчастном сражении и ничего дальше не смог сделать. Да, и спартанцы, естественно, провалили то, что он собирался сделать. Клеон, хотя и был успешен по жизни, но как бы до этого сражение с Браситом. Шел к успеху, но не пришел. То же самое касается и Никия, погибшего в экспедиции, то же самое касается и Алкидита. То есть, все эти люди неудачники, но все они как люди невероятно ценны. Алкидит не говорит о тех, кто достиг своих целей в этой войне, о людям, достигших своих целей в этой войне. Таким образом, мы можем сказать, что Фукидит показывает нам очень интересную штуку, а именно, что ценность человека не зависит от результатов его действий. Вы не можете мерить ценность человека по тому, чего он в кавычках достиг или чем он обладает. Эти вещи связаны, но они не коррелируют. Если вы найдете богача, вы не можете автоматически списать, что он входит в число тех, в коем человеческая природа проявилась полностью, или хотя бы близко проявилась. Или, если вы найдете какого-нибудь успешного генерала той же Второй мировой войны, вы не можете сказать, что именно потому, что он успешен, он хороший генерал. Или не хороший генерал, а хороший человек. через две тысячи лет Жанг Кореин конечно это все не прочтет и будет расстроен. А есть подозрения, что Фоккедит это написано о том, что он сам неудачен. Нет, нет. Если мы попытаемся приписать Фоккедиту личные мотивы, да, и в России он проигрался. Да, и на Клеоне, потому что Клеон как раз и знал его, да. Но если мы будем приписывать Фоккедиту личные мотивы, в таком случае мы лишаем его статуса философии. Ну, я долго ему это прокурорировать. Это огромнейшая и серьезнейшая мысль. о том, что ценность человека может быть не связана никак с... Ультимативно, да, не связана никак, обычно связана не связана никак с его достижениями. Это та же самая мысль, которую, например, высказывает вам неудачник старый урод и безродный нищий Сократ, который говорит, например, в экономике Синафон, что если лошадь может быть хорошей, но нищей, то, наверное, и он может быть хорошим человеком, будучи нищим. Именно поэтому фукинифис и Сократ связаны как классический политический философ, несмотря на разницу их подхода. Некоторые решающие позиции между людьми совпадают. Хорошо. Мы закончили с вопросом о персидских ульнах. И как так получилось, что мыслей против аристократов. Несмотря на то, что ученики Сократа, все хорошие ученики Сократа, все аристократы, и ксенофон, и Платон, и алкивиат, и Критий, и Хармит, это все аристократы. И несмотря на то, что, собственно, наверное, кроме, ну, мы не говорим о демократах, да, понятное дело, что повстание происходит из знатного рода, алкивиат происходит из знатного рода, тоже касается, наверное, кого еще. Бросить должен происходить из приличных петель, все-таки он с партами. Но, да, все-таки это заявление против того, что кровь что-то решает в этих ситуациях. Хорошо. Есть ли у вас еще вопрос? У Платона в политике есть место, где он говорит о том, что как раз слишком недлительность приводит к гибели, как и слишком гиперактивность в стремлении к войне. А Фукиид говорит о чем? Все-таки что умеренность лучше, да? Да, умеренность. Для государства, понятное дело, умеренность. Просто Платон как раз это место говорит, что умеренность приводит к рапсу, так и собственно умеренность приводит к рапсу. Ну и Платон и Фукиид получается они в общем-то не за демократию. Ни один классический политический философ не демократию. Что касается тезиса Владимира, что мы можем развить то, что опять же классическая философия и перекликает в то, что они опять же он против демократии, они за умение. философия философия и философия философия и утверждает, что неумеренность и неумеренность вообще к ничему хорошему приводит. У нас есть пример умеренность парканцев и их лидеров, которые неудачники, и есть неумеренные афины и где они теперь. Нет, если мы отделим людей от государств, что мы должны сделать, то, конечно, Фукинид заканчивает свою книгу до падения Спарта. То есть Спарта победила в войне и Фукинид кажется, намекает, что эта победа связана с умеренностью Спарты как режим. Но проблема в том, что спарканцев победили для них очень в обеих и многим другим людям. Бросиду, например, в частности. который вообще антиспартанец. С алкевиадом понятно, но Бросид это спартанец антиспартанец. Но тем не менее, как режим Спарта действует и является умеренным. Ну да, но возникает то, что не Бросид и Афилиад, они же не умеренные как каждый. Да, да, да. Естественно сказать, что для единства с точки зрения человеческих качеств, умеренность это что-то хорошее, но с точки зрения вот именно поэтому мы и отделяем государство от этого. То есть, конечно, с точки зрения человеческих качеств, с точки зрения природы или проявления природы или проявления человечности умеренность не является таковой. А вот с точки зрения государства и о разговоре государства умиренность это привычное. А можно сделать такую диалетическую сказку, что если государство направлено на подавление человека, если государство хочет умиренность, то для человека должна быть хорошая инициативность. Наверное, можно, но абсолютно не нужно, потому что у нас есть прекрасные примеры человечности, которые не требуют для нас сравнения с государством. То есть такая корреляция возникает, но зачем она нужна, если мы обсуждаем, стараемся деть людей государства. Есть еще вопрос? Да, пожалуйста. Если инициативность хороша для человека, а для государства хороша умиренность, мы возвращаемся к тому, что государство стремится подадим, не является ли то, что государство стремится распределить инициативу? Конечно. Чрезмерная инициативность вот она. Поэтому государство заинтересовано в том, что вы не начинали от своей инициативы воевать с другими странами или договариваться с другими странами о том, что вы передадите собственно отечеству в их руки. Можно ли сказать, что государство если он подавляет человека, оно подавляет возможно народу, как оно луживость и людей? Конечно, государство требует от вас честности. Естественно. В первую очередь в отношении к ним. это называется справедливость или подчинение закону. То есть если уж вы убили старушку государства, ждет, что вы придете с повинкой. Просто возникает такой вопрос, что закон Либурга, и насколько мы помним, они поощали ложь. То есть они поощали не то, чтобы вас не раскрыли. В этом плане испаркта наоборот не подавляет луживость рода человека. Ну понятное дело, что фукетит не ксенофон. То есть это две разных точки строения. Но даже в этой ситуации могли бы сказать, что закон Либурга требует от вас, чтобы вы казались правдивым на людях. Более того, вы же можете смело сказать, что естественно закон Либурга требует этого от всех. есть удавшиеся, а есть неудавшиеся. И вот неудавшиеся должны быть честны. После того еще возникает такой еще один пример, это как раз разнузданная демократия Афина как раз с Гермой в случае. Там, где не то, что правды не требуют, там ложь создают на пустом месте. Да, именно поэтому она разнузданная. То есть это уже государство на кроме Роспат. То есть получается кризис государства, тогда нужно начинать лугать. В данном случае мы могли бы сказать, что это фактически предтеча гражданской войны. Когда от граждан начинает требовать партия, например, не чтобы они говорили правду, а чтобы они лгали своим врагам, другим гражданам, тогда это уже ситуация гражданской войны и государственной комитет. Можно ли мы сказать, что выстраивается определенная картина природы человека на основе тех личностей, которые вырисовываются на ходе Луганайской войны, соответственно, тех, что выходят за пределы государства, условно называют, как алкерят, они как раз показывают нам природу человека, какой ее видят в фильме. Да, конечно. Но возникает вопрос, именно это природа потенции во всех людях, или она именно такая, какая она есть? Хороший вопрос. Это вопрос, который можно сформулировать следующим образом. 10 лет более человечные люди. Может ли быть так, чтобы некоторые люди были более человечными, чем другие? И, соответственно, другие менее человечными. Я знаю, как это звучит в современном мере, но мы все-таки приняли свое определение человечности, и вы на него можете ответить. То есть, если мы возьмем пул людей, можем ли мы, или всех людей вообще, можем ли мы сказать, что какие-то из них более человечные, а какие-то менее человечные? Проще говоря, мы задаем простой и понятный вопрос. Являются ли все люди равными? И ответ для греков, естественно, нет. Поэтому очевидно, что есть более человечные люди в потенции, которая актуализируется во время войны уже, а есть менее человечные. То есть, это то, о чем Макиавелли будет говорить следующим образом. Есть люди, которым нужен только шанс, чтобы стать великими, а есть такие, которым сколько ты шансов не давай, и сколько их судьба на великие посты не возноси, они ничего никогда не добьются. Именно поэтому Фукидид говорит об одном спартанском царе, но не говорит о втором. Потому что несмотря на то, что он царь, он ничего не сделал. И вся война, пока будет жив Архидам, она будет именно про него со стороны спартанцев. Потом это будет война про Гроссида, Агида и так далее. Но Агид, он же все равно царь Спарта и только один. Мы не видим второго. В этом смысле действительно есть такие люди, которые судьбой или случаем вознесены наверх, но при этом не проявляют. можно не сказать тогда, что если мы не знаем, потому что люди не равны, но если мы пытаемся синтезировать человека вакууме, то есть подходит к природе человека, то человек лжит потенциально, не патриотичен, не чистив, стремится к инновациям и всегда на раме предать. Фукидид сформулирует это еще лучше и еще проще. У человеческой природы есть три качества властолюбие, честолюбие и корыстолюбие. Вот в этих трех качествах содержится все вот это. То есть что сделал Павсания не патриотом и предателем, его властолюбие? Никаких проблем. Афемистоповый честолюбие и корыстолюбие, потому что корыстолюбие он же выжить хотел. Ну и вам тогда понятно почему Бобс говорит, что природа человека плоха. Потому что он фукидид и прощел такой ну да. Согласен. Никуда не идет кроме как войны всех против всех. Если природа человек это властолюбие, честолюбие, корыстолюбие, ну что люди будут делать? Если не будет левиафана, только убивать друг друга. Хорошо. Если у вас больше нет вопросов, давайте мы на этом прервемся, а потом вернемся и продолжим.